Если спросить у обычного человека, как выглядит мусульманская женщина, многие обязательно скажут, что она одета в хиджаб. Но не каждый знает, как выглядят такие женщины в обычной жизни, когда им позволяют одеваться по-европейски. У мусульманских женщин может быть несколько вариантов закрытой одежды. Например, паранджой называется платье, закрывающее все тело полностью, и лишь на уровне глаз имеется сетка. Такие одежды носят женщины Афганистана и Пакистана. а также других мусульманских стран, где процветает тоталитаризм. Чадра – специальная накидка, которая может быть черного или белого цвета, она покрывает только голову, а лицо оставляет открытым. Никаб – та же чадра, но закрывающее лицо и оставляющее прорезь для глаз. Такие одежды носят женщины Персидского залива. Также в современном мире можно встретить женщин в никабах и в странах Европы, хотя европейские законы запрещают подобную одежду. В связи с этим участились общественные споры и трения. Что случается с женщинами в гареме, когда им исполняется 50 лет, как бы удивительно это ни звучало, но самое большое количество губной помады используют женщины Востока. Те самые, что ходят по улицам в закрывающих лицо нарядах. Именно восточные женщины больше всех в мире увлекаются макияжем. Но не только макияж является их страстью. Обеспеченные женщины не отказывают себе в дизайнерских нарядах, дорогих туфлях и аксессуарах, активно украшают себя золотом, а также литрами скупают элитную парфюмерию. Конечно, большая часть этой красоты демонстрируется лишь их мужьям, но внимательный путешественник обязательно заприметит дизайнерские туфли, выглядывающие из-под плотного черного одеяния. Шесть случаев, когда вам пригодится универсальная страховка за границей и один случай, когда она будет бесполезной мусульманке с активной жизненной позицией все чаще оказываются в центре различных скандалов. Свободные незамужние женщины, такие как, например, спортсменки, выехав в другие страны на соревнования и посмотрев на другую жизнь повально отказываются носить традиционные одежды. И жестоко за это расплачиваются. Например, шахматистке из Ирана пришлось искать себе дом в другой стране, так как на родину ее не пустили после того, как она провела игру без хиджаба. Почему женщины в Индии отказываются от воды? Не все мусульмане так строго относятся к своим женам. Многие позволяют им наряжаться в более свободные наряды во время путешествий за границу. Например, на различных спортивных соревнованиях можно наблюдать восточных болельщиц во волне демократичных нарядах, футболках, джинсах и с непокрытой головой. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.